Какими чувствами передать красоту, которая каждый раз по-новому обжигает души? Владимир Витрагонский. Он родился в 1923 году на хуторе Лиздеревч-Бухтаево Вологодской области. Северо-запад России – родина моего отца. Край моего детства. Здесь начало моего мира, моего удивления, моего характера. Здесь мои беды и радости. В 1927 году семья переехала в Ленинград. В 1939 году он поступил в специальную художественную школу при Всероссийской академии художеств. А потом в жизнь страны ворвалась Великое Отечество. Ему было 17 лет. Затем была блокадная зима 1941-1942 года. Отец еще не был. Но оттопилось разрешение осудить в той же части. Они служили в одном сверковом руку. Несколько месяцев медсестра и срок. Старший брат Николай пропал без вести под Брестом. Отец погиб в 1942 году и похоронен на Вологодской земле, вытягив. Его художественную школу эвакуировали в Самарканд, паладу по пороге жизни. А в 1943 году он стал солдатом и добился разрешения воевать в том же полку. И сражался его отец. Войну он закончил в Германии. Он был фронтовым разведчиком. И потом, спустя время, отвечая на вопрос, приходилось ли ему убивать на войне, он ответил, говорить надо не о том, скольких ты убил, а о том, скольких ты спас. В наше время нравственного отечания эти слова солдата приобретают особый смысл. Чувство второго рождения никогда не покидало его. Бог подарил ему жизнь на поле праздника. И он всегда был. Хотя война, сцены войны никогда не пришли в любовь. После Великой Валерии. Он никогда не забывал кого-то. Он противопоставил смерти жизни. Поставив ценность бытия, всю красоту нерукотворной природы, столь созвучной его душе, как главный шаг на пути разрушения, и безгромного мира.